на дворе почти что 1 ноября а мультифлорки еще цветут мои радуют и это очень классно вот эти желтенькие цветочки просто как маленькие солнышки все равно напоминают нам олете долго долго не свели но цветут сейчас достаточно активно вот это кашподок первое зацвело но даже уже можно сказать отцветает или я не поливала давно надо хоть проверить а эти очень активные здесь вот такой большущий шар просто огромный шар естественно чем больше грунта тем лучше и активнее цветение в маленьких кашпо вот поменьше видите поменьше этих самых желтеньких хризантем очек а чем кашпо больше тем больше ну что ворчала я долго на них что никак не могли распуститься а вот сейчас целый месяц вот весь месяц октябрь здесь вот у дома входная парадная зона входа в дом все-таки украшена так ярко такими пятнами ну и вот так вся эта композиция смотрится при входе в дом правда же нарядно достаточно и для конца совсем конца октября можно сказать начало ноября это очень радостно многие уже убрали их мультифлоры все в подвал и кто как их сохраняет я одну гортой эту одну хризантему закопаю в прикоп в теплице где у меня там есть уже другие растения одну хризантему оставлю в подвале вот как-то с подвалом у меня один год не получилось и еще возьму черенки прикро вот эти все четыре штучки у меня выросли из черенков те которые взяла осенью в прошлом году и всю зиму череночки и выращивала так что и черенки тоже поставлю парочку для того чтобы обезопасить себя и любоваться такой красотой на следующий год здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад но не у меня в саду мы сегодня в саду ирина алексеевна моей приятельницы я вам этот сад показывала уже два раза сад прошлом году цветущих тюльпанов назывался сейчас осень от тюльпанов и не видно если да а в этом году называла сад интеллигентной женщины ну потому что правда интеллигентный сад интеллигентной женщины и снова пришла в этот сад кое-что поделать но позавчера у меня был один такой страшный комментарий женщина посмотрев именно этот сад ирина алексеевна мне написала что я в принципе очень плохо себя веду и не только даже в этом саду а в других тоже что я навязываю многим свои какие-то идеи веду по-хамски себя что еще приказываю что пересадить что обрезать как сделать попрошайничаю еще цветочка неужели у меня нет денег купить ну в общем слово за слово я парировала пыталась объяснить ситуацию что я веду себя так сада где я могу себе позволить так вести где люди меня понимают но человек не понял в общем с ней поругались она отписалась моего канала такие конечно люди пусть и отписываются ну которые недружелюбные мне вот пришла к ирина алексеевна спрашиваю ирина алексеевна могу ли я порезать вашу гортензию не будет ли это вот чтобы мне посоветовали или показали а пришла что я сюда делать когда я была в этом саду вот этот куст гортензии но он очень видно что ванила фрайс вот этот куст этому кусту очень много лет но это и видно но сколько 10 10 до видно вот такой он мощный я просто предложила ирина алексеевна видите он уже на дорожке и закрывает часть дорожки и вроде как здесь не пройти не нужно предложила сделать немножко штамп ну потому что хочется и просится вот такое там внутри посмотрите уже дерево просто буквально дерево с хорошими суками мне кажется что здесь тогда когда это будет на штамме немножко даст воздушность всей этой композиции сад-то маленький он вот небольшой совсем и огромные здесь вот такие мощные кусты ну может быть нужно просто подрезать да и омолодить тоже надо это я все делаю с разрешения не подумайте и другие люди что это моя прихоть или моя там какая-то еще мечта воля да это воля хозяйки я просто ей немножко покажу а доделает она сама тем более у нее сад еще есть тут же только вторая половина можно сказать сада где тоже есть гортензии их можно начать формировать на штамме я вот пришла со своими ножницами урина алексеевна свои и мы сейчас будем пилить или резать и то и другое вот показываю вам как есть и покажу как будет ну и вот друзья мои с разрешения хозяйки мы сделали вот такие деревца вот видите но это конечно очень такое взрослое дерево а это помладше сейчас обрежет хозяйка все шапочки тем самым подготовит кусты к зимовке коротко обрезать их и нет смысла и вот такие штамбики что-то еще подредактирует она здесь мелкие веточки вырежет ну во всяком случае вот такая ажурная получилась крона под кронами высвободилось место вот я вам показывала как было дорожка вся была ну загорожена и там уже кое-какие растения есть которым теперь и будет в кроне хорошо азалия там растет так что и маленькую мы тоже маленькую подрезали ну мне кажется что очень хорошо во всяком случае ходить хорошо и вот маленькую подрезали чтобы она уже это гортензия тоже формировалась вот в деревце ведь тоже вырезали вот такие ветки и все три будут одинаково ну вот хозяйка рада довольна а мне нравится что я помогла вот такое сегодня необычное видео сделаны с разрешения хозяйки вот сколько цветов замечательно замечательно слава богу хозяйка рада еще раз говорю ну а мне тоже приятно вот с этим мини садиком я еще вас ни разу не знакомила он находится то совершенно рядом с моим домом здесь у нас был магазинчик такой сельский как мы называем вот в этом синим здание прямо через несколько домов от нас и мы все время ходили сюда в магазин магазин не работает и я смеюсь дороги сюда нет и поэтому у валентины садика я уже давно и не видела а вот сейчас специально к ней приехала чтобы вот такой у нее поиметь себе вот такую хризантему мультифлору розовую дело в том что валентина еще работает озеленителем или сейчас спросим даже кем в садике куда ходит александра и в садике я даже как-то вам снимала и показывала что в садике насколько красиво в нашем садике вся территория облагораживается так вот это валенными трудами валя а кем ты в садике то работаешь я сказал зеленителем а территории это что вот видите она коса работает не зеленителем бассейне вот территорию она делает между прочим на собственные деньги и собственных средств ну что то там если ей помогают совсем чуть-чуть так что вот такая история бывают такие люди которые любят цветы и я там увидела хризантемы и знаю уже чьих это рук дело поэтому заехала посмотреть какая красота мультифлоры а здесь просто огромные огромные вазоны ну красота конечно валя выписывала хризантемы где подмосковье подмосковье и содержат ты где их расскажи нам подвале отрезаю и подвал то есть ты их коротко режешь сантиметров 15 10 оставляет ну хорошо сантиметров 10-15 оставляет и убирают в подвал а то есть маточник ты выкидываешь все понятно ну я вот чего и удивляюсь или можно сейчас нет черенок выращивать черенка ну да вот так ну правильно потому что они уже старенькие все это все вот черенков ну все красивые правда у этих вот я в такие влюбилась мини попросила себе такой кустик вот эти махровые желтые это еще другие цены рария здесь вот такая сделана стеночка подпорная она всегда здесь все здесь все цветет это сейчас уже осень и приготовились уже зимовать растение но всегда в мини-садике этом всегда красиво ромашечки как эти ромашечки-то называются ну в общем ромаш да да ромаш посмотрите какая красота вот в этом году осень какая нежная просто вообще благодать не снимаю не снимаю я вас не снимаю вот тут еще такой здесь и пионы здесь тоже огромная куча растений это уже все осень все убрано очень красиво территория совсем маленькая но посмотрите какая уютная и красивая вот и здесь еще совсем чуть-чуть к бане дорожки но просто все убрано тоже здесь цветет и розы что тут у вас еще есть расскажите рудбеки и эти самые сентябрины ну в народе называют такие хризантемки не мультифлоры у арки все завито вот то есть каждый уголочек очень даже облюбован